Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. А наш гость сегодня Германа Величев, актер и режиссер театра молодежи, а также автор проектов «Мнение» и «Конверсатион». Привет, Герман! Привет! Ну, конечно, для начала я попрошу тебе рассказать о новом проекте. Как я сказала, этот проект называется «Конверсатион». Театральный проект. В общем, подробности предоставляю возможность рассказать. «Конверсатион» — это видеопроект о театре, где мы берем интервью у актеров и режиссеров города Владивостока, разговариваем о их творчестве, разговариваем о их взглядах на театр, на современное искусство, немного затрагиваем их личную жизнь, без излишнего вмешательства, но, тем не менее, хотим ознакомить зрителя с этими людьми как с личностями. Почему ты решил инициировать такой проект? Это какая-то необходимость или просто желание? Поделись. Меня вообще всегда интересовал формат интервью. Для меня это было что-то всегда притягательное. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, и он, если ты правильно задашь вопрос, то он раскрывается и может рассказать что-то интересное. Поэтому в 2016 году я создал видеопроект «Мнение», но, к сожалению, проект просуществовал чуть меньше, чем я того хотел. И меня вот не покидала идея как-то его возобновить, но по ряду причин там не получалось. Но потом все дошло до какой-то такой точки, что я понял, что я больше не могу терпеть и нужно срочно что-то делать. Это первая причина. А второе, я начал себя в последнее время ловить на мысли о том, что меня не очень устраивает то, как работают наши местные журналисты, к сожалению. То есть, очень часто я сталкиваюсь с тем, что вопросы задаются ради вопросов, они все одинаковые, и они не способствуют тому, чтобы зритель узнавал наших актеров, режиссеров и театральных деятелей. Естественно, есть исключения среди журналистов, но если брать какую-то подавляющую статистику, то дело обстоит вот так. И я, как человек театральный, все-таки говорящий на одном языке со своими собеседниками, решил попробовать раскрыть эту тему. Ну, я думаю, что проект обречен на удачу, я уже немножечко его смотрела, да, уже вышел первый выпуск, скоро выходит второй. Сразу скажи, где можно его посмотреть? На нашем ютуб-канале. Надо просто ввести название проекта и... Подписаться и смотреть новые серии. А я пока предлагаю тебе попробовать первое блюдо нашей программы. Это блюдо от шефа. Наш шеф-повар сегодня Антон Терентьев. Мы сейчас с тобой попробуем. Хорошо. Давай. Классный вариант завтрака или перекуса. Ну что, Герман, как тебе блюдо от шеф-повара Антона? Вкусно, вкусно. Вкусно. Я предлагаю продолжить его дегустировать, а тем временем Антон Терентьев расскажет, как готовил это блюдо. Арт-Лофт в фокусе – это многофункциональное творческое пространство. Для вас работают два зала. Санторини – зал вместимостью до 60 человек. Отлично подойдет для дня рождения, девичника и других приятных вечеров. И зал Нью-Йорк вместимостью до 20 человек и красивой функционирующей кухни. Здесь вы можете организовывать кулинарный день рождения, фотосессию, кулинарные мастер-классы и многое другое. Арт-Лофт в фокусе – место воплощения ваших идей. Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим классический Цезарь ролл. Для этого нам понадобится с вами куриная грудка-филе, хрустящий салат Айсберг, помидоры, черри, лимон. И наш спонсор Рэмми предоставил для нас свежую лепешку тортильи, свайсированный бекон, готовый соус Цезарь и сыр пармезан. Это все ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления Цезарь ролл. Для начала мы с вами обработаем куриную грудку. Для этого нам нужно ее отделить от кости, и это сделать не очень тяжело. Нам нужно снять ее аккуратненько с косточки. У нас получается чистое филе. Оставшуюся курицу вы можете использовать себе на бульон, либо на суп. Далее мы с вами подмаринуем нашу птицу. Для этого нам понадобится соль, растительное масло. Я рекомендую добавлять цедру лимона. Она дает немножко аромат, пикантный вкус. Немножко делает мягче. Куриную грудку мы маринуем. Цедра лимона, соль, перец и масло растительное. Минут 15-20 она лежит. И потом мы можем ее готовить. Куриная грудка у нас подмариновалась. И мы начинаем процесс жарки. Сковорода у нас нагрелась. Обжариваем нашу птицу с двух сторон. До золотистой корочки и до готовности. Пока наша птица жарится, мы с вами подготовим бекон. Бекон мы тоже будем обжаривать с вами на сковороде. Нам понадобится 6 растинок. Мы ее обжарим после курицы. Это будет наше дополнение к нашей тортилле. Куриная грудка у нас готова. Имеет характерный золотистый цвет. Хороший аромат. Далее мы с вами обжарим слайз бекона. Для того, кто не любит жареную пищу, использование растительного масла, либо какого-то оливкового, можно все это дело у нас приготовить в духовом шкафу. В принципе, при 200-180 градусах можно подпечь бекон и также запечь куриную грудку. Либо сделать это все на пару. Секло нам обжарено до золотистой корочки. Такая красота у нас получилась. Мы продолжаем процесс приготовления. Нам с вами понадобятся свежие помидоры черри, свежий салат айсберг. Хороший хруст такой. Мы слышим хороший хруст. Не буду его резать, мы его просто порвем. Теперь мы с вами начнем сборку нашей тортильи. Я взял специально три подложки. Мы сделаем три сервировки. Возьмем готовый уже соус цезарь. Можно было бы, конечно, самим приготовить, но зачем заморачиваться, когда есть прекрасный готовый соус. Обильно смажем нашу лепешку тортилью. Возьмем с вами сыр прамезан. Далее нам понадобится терка. Добавим с вами хрустящего айсберга. Немножко помидоров черри. Добавим в каждую тортилью по два слайса бекона. Нам с вами осталось добавить только нашу приготовленную золотистую курочку. Курочка имеет хороший, мягкий, ароматный. Текстура просто бомба. И напоследок мы добавим еще немного тертого пармезана. В принципе, блюдо наше готово. Осталось нам только его аккуратненько завернуть. Немножечко обжарить. И подать к столу. Мы нагрели нашу сковороду для того, чтобы сделать небольшую корочку на нашей тортильи. Кто-то использует пресс-гриль. Мы используем обычную домашнюю сковородку. Сейчас мы чуть-чуть ее притянем с одной стороны и с другой сделаем. И небольшой хруст появится у нас. Красивый рисунок. И, соответственно, хрустящий. Наше блюдо готово. Мы можем сервировать наши тарелки. Блюдо готово. Приятного аппетита. Что ж, мы начинаем готовить основное блюдо нашей программы. И я хочу напомнить, что наш партнер – сеть супермаркетов, доступных цен Рэми. А вот какие продукты сегодня нам предоставил магазин Рэми, расскажет Антон Терентьев. Антон, тебе слово. Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем готовить лосось. Он у нас будет с тыквенным пюре, с кокосовым молоком и древесные грибы, соусом терияки. Сеть супермаркетов Рэми нам предоставила сегодня кокосовое молоко, соус терияки. Древесные грибы, замечательную осеннюю тыкву. Красивую тыкву. И... Самое вкусное. Да. Для начала мы с вами обработаем нашу тыкву. Ее нужно разрезать пополам, снять кожуру. Я думаю, что Герман разрежет, а потом я помогу тебе почистить. Спасибо. Антон, я так понимаю, это такое у нас навеянное осенью блюдо, да? Ну, тыква, да, это вообще осенний продукт, потому что его собирают по осени, да, как бы. И он исконно уже, как бы, его все у нас привыкли готовить. Вот, ну, мы немножко добавили азиатских мотивов. Мы взяли древесные грибы, да, которые к нам пришли с Азии, да. Мы взяли кокосовое молоко, которое смягчит нашу тыквенную текстуру, да, и добавит немножко... Нежности во вкусе, так понимаю. Да, нежности во вкусе, да. Мы взяли терияки соус, который навяжет свой вкус Азии. Герман лучше делать на доске. Это давай я тебе покажу просто примерно, как... Ой, мне тоже, кстати. А вот так? Вот так можно просто срезать это все дело, потому что... Можно порезать. Резав на весу, да, можно порезаться. Слушай, а у нас что, получается, останутся тыквенные семечки? Ну, что-то очень полезное, очень что-то. Да, сердцевину, ну, лучше удалять ложкой. Это, ну, проще всего. Спасибо. Антон, ну, в нашем понимании тыквы это все-таки, наверное, вареная компот, это пареная тыква, да. Ты что, не знаешь, что там про компот из тыквы? Не знаю про компот из тыквы. Я вот, я вот недавно дома делал оладьи. Бабушка привезла тыкву с дачи, и я деткам готовил оладьи тыквенные. У тебя все-таки какие-то экзотичные блюда, мне кажется, вот самое популярное. Вот тут сейчас вы точно знаете. Варенье. Нет, не варенье, тыква пареная в такой, знаете, как сковорода быстрого приготовления еще в советское время такая. Скороварка. Скороварка. Не, ну, тыква, рисовая каша с тыквой, как бы, это, конечно, ну, такой стандартный завтрак, как бы, и не стоит, как бы. Слушайте, ну, компот, знаете, как вкусно. Варится тыква, добавляется, ну, сейчас, наверное, поприятнее будет добавить мед, но только когда он остывает. А раньше всегда добавляли сахар, корицу, гвоздику и лавровый лист. И получается очень вкусный компот, но можно пить горячий, можно пить холодный. Ни разу не пробовал, конечно, тыкву. Вот, наконец-то, я тебе что-то новое рассказала. Да, интересно. На самом деле, мне нравится варенье, когда ты добавляешь туда немножко цитруса, это вот апельсиновый корок, каких-нибудь вот таких вот вещей. Герман, а ты любишь тыкву? Я знаю, что многие мужчины терпеть ее не могут. Я, на самом деле, тыкву давно очень пробовал, даже у меня нет каких-то особых воспоминаний об этом. Видимо, не будет. Ну, не знаю, есть просто такие вещи, которые там пробуюсь редко. Тоже, на самом деле, там, репа. Вот кто вообще в последний раз ел реп? Я ела репу очень давно в целях домашнюю репу. Просвещение. Нет, в целях нет, нет. А, ела еще в салате, у меня бабушка делает салат из репы. А еще, по-моему, как-то делают лекарства. То есть вырезают сердцевину, выливают туда мед. Из репы? Если ты кашляешь, да, там мед этот настаивается, и это пьют как лекарство. Короче, я сегодня всех, мне кажется, выпугала такие. Это какой-то такой домашний рецепт. Рецептами, да, народная медицина. Самолечение. Нет, ну, знаешь, ну, во всяком случае, от этого самолечения вреда не будет. Только польза. Я думаю, это как имбирь. Да, да. Я год назад на рынке увидел репу, и это был фестиваль тайги у нас в Велевостоке. Я закрывал его, и ужин у меня был. Я думал, на ужин, наверное, возьму репу. И у меня все время такое представление было о репе, что это какой-то сладкий корнеплод такой. Причем большой еще. Да, да. В итоге это было очень горько, не очень вкусно. Перевел продукт, в итоге выкинул. Это что-то среднее между лобой и непонятно чем. Да, 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 да. Не очень. Может быть, это не тот сорт был, я не знаю. Давайте мусор уберем сюда весь, и вы нарежете кубиком, не очень большим. Можно поменьше. Чем поменьше нарежем, тем быстрее у нас сварится тыква, и мы сделаем быстрее пюре. А пока мы нарезаем, я, наверное, попрошу Германа рассказать. Тяжело, да, нарежется тыква? Ох, какая она. Спецэффект. Да. Ничего, мы все успели поймать. Герман, сможешь в процессе этой сложной нарезки рассказать о команде, которая работает с тобой на проекте «Конбассат». Хорошо, расскажу. В 2016 году мы снимали проект о театре «Мнение». Да, я помню. И ко мне этот проект мы делали с Данилом Гончаровым и Антоном Шифатовым. Ну, проект, к сожалению, просуществовал чуть меньше, чем планировалось, ну, там по ряду обстоятельств. Но вот, когда я начал делать проект «Конбассатиум», эти ребята ко мне присоединились вновь. Ну, грубо говоря, мы возродили проект «Мнение», просто… В новом формате немножечко. Да, немножко поменяли формат. Плюс к нам присоединился Георгий Безрук, это студент ДВФУ, и Дмитрий Сказин, еще один наш товарищ. Значит, ну, стоит отметить, что ни у кого из этих ребят нет специального образования. Все они занимаются этим для души, но на самом деле они стоят любых профессионалов. То есть, ну, эти люди, которые любят свое дело и выполняют его качественно. Ну, то есть, ваша команда – это ты как ведущий интервью, операторы и монтажеры? Да. Правильно? То есть, ребята работают как-то по очереди, да, наверное? Нет. Или все вместе? Нет, все вместе, да. Здорово, что у вас столько людей на площадке, это всегда дает положительный результат в работе. И хочу отметить, что у тебя очень здорово получается брать интервью, очень интересно, действительно. Мы сейчас чуть подробнее, чуть позже поговорим, да, о темах, которые вы затрагиваете в этом проекте. Это то, собственно, ради чего он и создавался. И я так понимаю, что опыта в интервью ты набрался еще, когда делал проект «Мнение». Да, еще с тех пор у тебя так стало получаться. Ну, я бы не сказал. Дело в том, что в проекте «Мнение» я же оставался за кадром. Но в любом случае ты разговариваешься. Ну, как бы я же формулировал вопрос, и дальше актер должен сам выгручиваться, а я вообще не при делах. А тут нужно вести диалог на камеру, и на самом деле это для меня штука непривычная. И я, на самом деле, ну, с большим сомнением взялся за это, ну, чтобы быть в кадре. Но я просто понял, что полноценного разговора не получится, чтобы сделать там по-настоящему живой диалог. Это была моя цель. И поэтому взялся и вот пробую, стараюсь, стараюсь смотреть какие-то хорошие интервью. Я хочу познакомить людей, в первую очередь, с обитателями театра. И с теми, кто его создает жизнью, да. Да, потому что, ну, все равно театр очень сильно изменился там с прошлого века. А мы еще только-только начинаем это осознавать. Раньше как было? Ты приходишь в театр, ты смотришь спектакль, артисты играют каких-то персонажей, и, в принципе, раньше этого было достаточно. А сейчас, ну, все меняется, как бы. Сейчас надо смотреть на театр сквозь призму личности актера. То есть его личность влияет непосредственно на то, что он делает на сцене. Ну, это если мы говорим о хорошем, современном, актуальном театре. Мы сейчас чуть позже обязательно продолжим эту интересную тему. Я думаю, что Антон уже заскучал, он уже улыбается хитро, потому что... Да, я неинтересно. Потому что, наверное, смешно и долго режем тыкву, да? Не, просто, ну, Аня так старательно режет тыкву, и быстро у нее так это получается. Вот, давайте мы начнем ее варить. Для этого мы закинем ее в кастрюльку. Вот. Тыква у нас варится. Сварится она где-то будет минут, наверное, 7-8. То будет достаточно. Недолго. Варим тыкву недолго. Да, но она у нас нарезана не очень крупно, поэтому она у нас быстро сварится. И, в принципе, будет готова. Вот. Это мы с вами делаем пюре. Я вам расскажу про наши грибы. Да, грибы древесные. Когда-то в 90-х это... Помогали выжить. Приехала, да, к нам в Владивосток, и все это употребляли в пищу. Еще были опята эти оранжевые, которые в пачках были в прозрачных упаковках. И с бульонным кубиком это был вообще лучший бюджет суп. Это был топ, да. И потом это отошло. Сказали, что это какой-то суппродукт непонятный. Да, и сейчас это опять прошло в моду, да. Просто покажи, вот с одной упаковки. Да, я покажу вам. Ну, это не одна упаковка, здесь три упаковки. Я уже предварительно их сделал, да. Мы их подварили. Они варятся не очень долго, минут 5 мы приварили их в кипятке. Мы добавим с вами соус терияки. Немножко их глазируем, протомим в этом соусе. И будет совсем другие грибы, которые мы привыкли есть в 90-х. Это будет уже самостоятельное блюдо со своим понятным вкусом, да. И оно дополнит нашу рыбу. То есть я правильно понимаю, что стереотип того, что это какой-то странный суппродукт, он разрушен? Это просто грибы, они с прессорными, немеренными. Конечно, сейчас очень много чего начали применять. То, что раньше как бы от чего уже отказались. Мы с вами сейчас подготовим нашу рыбу. Для этого нам понадобится соль. Растительное масло. Ты понимаешь, Герман, кто это будет? Да, у нас ничего мы не будем добавлять сюда непонятного. Потому что, в принципе, лосось достаточно хорош. По нему видно, да, его текстура и вид показывают о том, что он хорошего качества. Свежайший, можно так сказать. Мы немножко присолим, Герман. Я как мужчине тебе это уступлю, да. Шашлык в жерстике круг не теряю. Все, достаточно, я думаю, да. Перед тем, как начать мариновать лосось, да, либо готовить, я вам расскажу такой лайфхак, да, как это говорится. Рыбу предварительно лучше убрать лишнюю влагу салфеткой. Я уже это дело промокнул. Для того, чтобы у вас, когда вы начинаете процесс жарки, этот белок, она сразу взялась корочкой, да, и вот этот белок, он не поплыл, не потек, да, и вот эти всякие неровности и кривости, да, которые возникают при игарке, как бы это возникает все от лишнего белка, который остается на рыбе. Мы ее предварительно с вами промокнули, да. Теперь мы добавим немножко растительного масла и аккуратненько ее рукой смешаем. Добавляйте масло, герман. Герман, а ты готовишь часто, не часто, а может быть, совсем не готовишь? Сейчас я готовлю, ну, что-то очень быстрое. Все, все, все. Вот. Когда жил в общаге, естественно, готовил там каждый день. Все зависит же от обстоятельств. От настроения, наверное, да? Иногда и приятно, и приготовить что-то. Да. На самом деле, хороший процесс. Слушай, Антон, а ты знаешь какой-нибудь такой вот актер, такая профессия, которая отнимает очень-очень много времени? Да, я думаю, что я сейчас не обманула наших зрителей. Может быть, ты подскажешь сейчас Герману какой-то рецепт, который можно сделать за 5 минут, вот, поесть? А? Нет, да? На самом деле, я вот дома не заморачиваюсь с такими рецептами и ем очень обычный рецепт. По мне, вот, хороший кусок мяса должен лежать у мужчины дома всегда, потому что мясо, оно очень много белка в нем, либо рыба, либо морепродукты. Ну, коли же я сегодня делюсь рецептами, так и быть, я расскажу вам такой рецепт за 5 минут. Опять же, из 90-х, который помогал выжить. Это вермишель по-корейски. Кто-то скажет по-китайски, ну, мы ее называем по-корейски в семье. Короче, берется вот эта вермишель-паутинка, на раскаленное масло в сковородку кидается, обжаривается до золотистой корочки, она очень быстро обжаривается, надо прям мешать сразу, чтобы не подгорело. За время, пока ты ее обжариваешь, ты ставишь кипяток, он закипает, чайник, ты туда делаешь пшит кипятком, она тут же практически проваривается, но ее нельзя сильно переваривать, чтобы она чуть-чуть такая льдента была. И добавляешь соевый соус, все это быстро перемешиваешь, вода выпаривается, и получается вот такое гордон. Да. Вот такой рецепт. Это очень серьезное блюдо. Не знаю, ну, и мне наше... Я вот как все говорят, там, фритата, да, там, это испанский омлет, да, вот это вот, для меня это вот то, что вот все лежит в холодильнике. Ты просто берешь и несколько яичек, короче, взбиваешь быстренько на сковородочку, там, все, что осталось. Для меня вот такая вот фритата, вот это вот фритата, вот для меня постоянный завтрак. У меня то же самое, я тоже постоянно такое делаю. Все, что осталось с ужина либо с обеда, там, как картошка, гарнир и все вот это вот до кучи, вот все делается. Все идет в дело, никакого перевода в воду. Еще овощей, да, каких-нибудь добавляешь, вот. Пиве у нас варится, грибы, мы, в принципе, можем сделать уже соус, да, для этого нам понадобится с вами соус терияки. Грибы мы с вами заливаем нашим соусом. Мы добавили с тобой соус. Можно, да, уже начинать? Да, можно начинать мешать. То есть мы ни в воду, ничего больше не добавляем. Немножко водички добавим, что-то вот так. То есть не жалейте, я так понимаю. Ну, у нас не было достаточно, нам нужно их как-то лазировать, ты увидишь процесс, а они начнут, грибы начнут карамелизироваться сверху, видишь, облакиваться в соусе. Так, я пока продолжаю, да? Да, конечно. Герман, ты очень интересно начал говорить о театре, о том, что действительно театр сегодня уже несколько иной. Даже, я бы сказала, наверное, кардинально иной, чем в прошлые и позапрошлые века. Давай разобьем эту тему немножечко, давай поговорим, обсудим, в чем все-таки эта кардинальная разница, да, ты уже начал говорить, давай продолжим разговор. Ну, изменилась, мне кажется, в первую очередь природа актерского существования. Как я уже сказал, что раньше было достаточно того, что актер играет какого-то персонажа, совершенно не важно, что он за человек в жизни. Ну, этого было достаточно. Сейчас все поменялось. Ну, сейчас все ведущие театроведы говорят о том, что имеет значение абсолютно все. Хочет актер играть эту роль или не хочет, как он относится к своему персонажу. Ну, это все складывается в спектакль. Как, допустим, конфликтуют ли актеры в жизни. И они, ну, если они хорошие актеры, то они перенесут этот конфликт в правильное русло. Пройдут положительно в этом сторону и отразят ее на сцене. Да. Наверное, это самое главное отличие. Ну, и, естественно, как бы зрительское восприятие теперь другое. Нам постоянно нужно удивлять зрителя, ну, привносить что-то новое. Очень, мне кажется, малая сцена сейчас популярна, да? Да, ну, потому что люди сейчас хотят видеть жизнь, вот прям настоящую какую-то. Органику именно не театральную принятую, да, как раньше, а именно больше. Просто все устали от театральной напыщенности какой-то, вот. Слушай, ну, а еще с чем это связано? То есть понятно, что, конечно, это тут вышеперечисленные вещи, да, которые ты сейчас озвучил. И театр тоже живет своей жизнью, он должен развиваться, и хорошо, что это происходит. Но знаешь, вот как с модой. Мода – это отражение того, что происходит в мире. Мне кажется, то же самое и с театром. Есть такая связь, ты ее делаешь или нет? Нет, естественно, но самое главное в том, что сейчас появляется очень много видов досуга. Дело в том, что сейчас, когда зритель смотрит спектакль, там, сколько бы там не было каких-то технических наворотов, какой-то сценографии, сейчас уже зритель смотрит, где фокус, где спецэффект. Как бы он пытается разоблачить этот обман, он уже не воспринимает театр как вот какую-то истину. Он прекрасно знает, что его там обманывают, и чем искуснее ты это сделаешь, тем лучше. И более того, если раньше театральные закулисья, да, для нас это было что-то такое неизведанное, то сейчас как-то больше мы обходимся каким-то малым количеством реквизита. Дело в том, что жизнь за кулисью, она еще просачивается все равно в интернет. В интернет. Раньше это все было недоступно, потому что негде. Я к этому и вела, и хотела сказать, что, наверное, еще вот эта общедоступность знаний всяческих, в том числе и театре, она тоже повлияла на них. Хорошо это, плохо? На твой взгляд? Я думаю, хорошо, на самом деле. Ну, потому что делать какое-то пафосное лицо, и что у нас так все непросто, вам не понять. Ну, как бы нет. Как раз-то хочется наоборот, чтобы зритель видел на сцене не каких-то там небожителей, а обыкновенных людей, у которых там тоже есть чувства, эмоции, которые что-то преодолевают, выходя на сцену. Для этого я и создал, в принципе, это еще одна из целей, чтобы увидели, что в театре работают живые люди с такими же проблемами, с такими же мечтами, как и у зрителя обычного. Вот, у нас с вами тыква уже готова. Вот, нам нужно что сделать? Нужно сделать с нее пюре вкусное, немножко сольем воду лишнюю. Весело. Да. То есть мы до состояния прям полного пюре однородной массы, да, абсолютно пробиваем? Добавляем немножко. Кокосовое молоко. А почему кокосовое молоко? Кокосовое молоко, как у меня? Ну, оно такое дает... Экзотический вкус и нежное. Да, нежность дает хорошую такую. Нет, я думаю, что можно, в принципе, и традиционное добавить, но кокосовое поинтереснее. Да, наверное, да. Изюминку свою, да. Нам осталось пожарить нашу красивую форель. Я начинаю процесс жарки. А мы пока пообщаемся. Единственное, Антон, скажи нам, сколько нам нужно жарить рыбу? Как долго? И на каком огне желательно это делать? На раскаленной сковородке. Рыба у нас не с холодильника, да, не с морозилки, поэтому жарить будем минут на 7-8. Не долго. И хочу подметить, что Антон не добавлял еще масла в рыбу, то есть мы промариновали ее уже в масле, и поэтому лишний жир нам не нужен. Все правильно. Она прекрасно обжарится и так. Герман, я знаю, что у Театра молодежи сегодня очень много интересных проектов. Вы радуете как раз-таки современными интересными идеями публику, привлекаете зрителей в виде молодежи в театр. Это очень здорово. Вот летом был проект «Театральный дворик». Расскажи о нем, как он будет существовать дальше и, может быть, о других проектах театра. «Театральный дворик» — это бесплатные читки пьес современной драматургии, которые проводились вот в нашем внутреннем дворике Театра молодежи. Это, конечно, явление сезонное, так как уже холодает, мы уже закрыли эту площадку. Дворики не посидишь. Да, но читки пьес мы планируем проводить. Сейчас у нас как бы небольшая остановка, потому что нужно определиться с этим карантином и так далее, и тому подобное. Но продолжать эту хорошую традицию мы собираемся, потому что это форматы интересные для зрителя. Они активно обсуждают после самой читки, высказывают свое мнение. Ну и это самая главная наша цель — добиться обратной связи, понять, что зрителю интересно. Возможно, что-то из этого появится, может быть, на сцене уже в качестве спектакля. Но решать не мне. Я знаю, что совсем скоро состоится премьера, очень необычная, интересная, имеющая непосредственное отношение к Владивостоку. Расскажи. Премьера спектакля про Юла Бринера, нашего земляка. Пьесу написала, вернее, не пьесу, а текст написала Виктория Костюкевич, наш местный драматург. И режиссирует Алгат Баталов, режиссер из Москвы. Это постановка грантовая, то есть были выделены на нее деньги. И вот сейчас мы находимся в активном процессе репетиционном. Что в итоге получится, еще неизвестно, потому что спектакль, он прям сочиняется на ходу, актеры являются соавторами этого спектакля, то есть привносят что-то свое. Так что 13-14 ноября, пожалуйста, ждем зрителя нашего. Здорово, я думаю, будет очень интересно всем увидеть. Да. На Юле Бринере эта фигура действительно уникальная, интересная. Так что, пользуясь случаем, приглашаем всех на эту замечательную премьеру. А что давайте посмотрим, что там с нашей рыбой происходит. Антон, как дела? Рыба у нас имеет очень замечательный золотистый цвет, текстура. Я думаю, все видно, да? Прекрасно. Мы ее обжарили с четырех сторон. В принципе, идет процесс жарки вот такого плана. Прижаривается каждая сторона. Ну, крутится. И тем самым она равномерно жарится. Очень красиво. Да, и очень красиво. В принципе, она уже будет готова, наверное, через минуту. Примерно. Я не пережариваю рыбу, потому что она будет суховато, да? У вас сосис тут нежный. Сейчас мы, в принципе, дадим немножко колер нашей шкурке, и все. И будет готова рыба. Реми всегда вкусно. Продукция собственного производства Реми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Все засервировано, все выглядит просто великолепно. И нам всем, конечно же, не терпится попробовать это блюдо. Давайте это сделаем. Тонс Германа. Вот, спасибо. Так. Ну, я так понимаю, пробовать его нужно по принципу. Отломил немножко рыбки вместе с пюре и с грибочком сразу. Как тебе, Герман? Вкусно. Не зря столько грибов положил. Очень вкусно. Что ж, больше говорить не хочется. Хочется продолжать пробовать это чудесное блюдо. Антон, огромное спасибо тебе в очередной раз. Спасибо вам. Герман, тебе спасибо за безумно интересный рассказ о театре о современном, о твоем проекте. Я желаю тебе удачи и творческих успехов. И, конечно, спасибо, что помог нам приготовить это чудесное блюдо. Да, вам спасибо. А я напоминаю, что это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами. Это вкусно, полезно и интересно. Пока-пока, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok